с верой в спорт добрый день это программа сферы спорта микрофона вера глазова мои самые любимые программы пожалуй с теми спикерами которые очень активно себя проявляют не только в спорте не столько спорте и сегодня мы будем говорить о танцах вещь на мой взгляд довольно таки близкая к спорту и сегодня попробуем найти больше точек пересечения танцев и спорта а поможет нам в этом виктор пономарев создатель идейный вдохновитель идеолог как ведь тебя еще назвать различными эпитетами важными iron system of dance ведь привет 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 и юрий коробейников хореограф один из нескольких хореографов iron system of dance школы танцев юр привет привет итак давайте начнем с того на самом деле что такое танцы и какую суть они в себе заключают ведь один из древнейших способов выражения чувств и информации передач насколько конечно танец это как и любая книга любой фильм и любая передача информации это язык тела в принципе это тайн тот язык на котором разговаривает весь мир общий язык соответственно благодаря которому люди понимают друг друга без каких-то барьерных языков точнее барьеров языка универсальный язык помогает передать вот как правильно подметили чувства эмоции истории и настроение настроение неправильно юра подметил да и этому можно научиться что самое интересное то конечно как и всему в мире можно да давайте начнем с того какие виды там существуют да мы знаем балет мы знаем вот всякие там чирлидинг спортивные танцы больные очень много то есть спортивная почему больно танцы спортивным считается потому что и к ним систематический подход идет также точно как и к спорту в принципе к при ну к видам спорта то есть важны тренировки важны систематические тренировки к другим направлениям танца в виде уличных допустим там такой выстроенной системы системы нет как больных но однако там есть свои подходы и методы и они тоже уже приходят и складываются в систему так как он не такой старый стиль не такой как бы сказать классический да да он не такой классическая база поэтому стили подхода у всех разное это как сравнить вот классический жанр в книге и потому что есть определенные стили и каноны по которым нужно писать классику и есть художественная литература где автор волен выбирать свой стиль и создавать и подачу да и так далее и то же самое со стилями танцев абсолютно тоже самое их очень большое количество очень большое от веселых народных бразильских и так далее до уличных тяжелых хип-хопа выражения свои агрессии и так далее разных-разных танцев абсолютно также и как с жанрами книг допустим то есть каждый читатель может найти себе жанр по вкусу точно также и каждый кто хочет заняться своим телом может найти себе танец по своему вкусу да а ребята вы с чего начинали бить тысячи он начинал с каких танцев меня сил ком грубо говоря перевели как раз и в больно там как здорово да и тебе наверное очень понравилось да поначалу я ну как и все это были 90-е годы и это было не особо в россии модно для парней да и мама такая нет пойдешь танцевать раз колесо умеешь крутить значит пойдешь то есть колесо тебя и подвела здесь да 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 и соответственно раз два три сходил вроде бы коллектив понравилось все классно девчонки кругом втянулся все здорово и соответственно отсюда пошла история да то есть вот тот самый пример когда метода сил ком да что называется привел к таким классным когда как говорится нет еще разума то решает родители и делает правильный выбор все как оказалось да об этом еще поговорим ира у тебя какой опыт как ты пришел в танцы у меня как раз больные не зашли в свое время опять же в 90-х выбора было немного в моем детстве и поэтому меня больше привлекали вот какие-то такие как раз уличные вариации да то есть это был брейк на тот момент я начал именно с брейка вот и конечно майкл джексон и как его доступ был это были видеокассеты начинал вот с этого то есть просто разучивал так как никто этому его движение да да просто брал кассеты переписывал знакомых разучивал по паузам все сам выстраивал систему для себя как это как это он делает каким образом двигается и вот но сейчас это как раз стиль которым я в основном занимаюсь но и в принципе и другие стили тоже пробы потому что танцор должен себя во всех направлениях пробовать чтобы гармонично развиваться и я бы хотел здесь добавить что вот кроме того что виктор сказал что там много разных танцев и такая штука что каждый год появляются новые стили то есть нет такой что там 10 стилей и все да там как в балете там какие-то есть определенные по танцы постоянно генерируется новые стили люди столько талантливых сейчас людей по всем мире что они новые какие-то фишки свои придумывают берут один стиль добавляет свое появляется четвертый пятый вариант этого стиля поэтому это можно ну это на самом деле очень интересно и это никогда не останавливается это очень круто тот опыт который вы получили действия получается что вы его сейчас тоже используете он вас совершенно диаметриально противоположный да у вити байля да у юры уличные танцы да юра у тебя получается не было поначалу педагога который бы тебя обучил ты сам это все начал дать ну практически не было да то есть я потом записался в школу брейка которая нас в кирове открылась но вот это что касается майкла джексон там практически нет преподавателей в то время и сейчас как раз сейчас могу добавить что не было по на уличным направлениям так как это очень молодой стиль педагогов почти не было и когда я тоже начал постепенно включаться в уличные танцы а я из провинции и в провинцию доходило это гораздо дольше чем как бы вот уже в кирове допустим и все кассеты доходили дольше и все диски доходили дольше но дисков у нас не было еще в наши времена вот то что какая информация до нас доходила мы точно также учились сами педагогов по таким направлениям качественных и профессиональных не было особенно в провинциях не было то есть мы учились это все мы не мастер-класс но зато я помню в детских лагерях загородных летних постоянно была какая-то команда пацанов которые там раскладывали вот эту фанерку и там крутили брейк это было очень круто и самоучки и там и в шапочках и на голове что только не делать очень круто смотрелось это очень круто все сами учились но теперь до переходим к тому же постепенно что есть на самом деле и в кирове и вообще в принципе очень много школ и одна из них это iron system of dance вот здесь как раз вот ребята сидят да которые могут научить и уличным танцам в том числе и стилю майкл джексон да и безусловно в том числе как это вообще можно постичь потому что когда смотришь на майкла невероятно что человек может делать такое ты вот в совершенстве владеешь этим такой противокационный вопрос скажу так я знаю мне очень много потому что я практически вот уже наверно 20 лет этим занимаюсь очень много концертов отсмотренной репетиции да поэтому там каждое движение с разного ракурса изучил и на самом деле мне приятно слышать когда люди говорят что вот именно мои постановки они очень зрелищные качественные потому что ну я по себе такой перфекционист я стараюсь максимально как бы похоже передать чтобы вот раз он как бы вот так именно как бы строил хореографию что именно так ее передать вот и это реально большой труд потому что учителей не было их и сейчас практически нет но на ютюбе есть конечно обучалки но я брал первоисточник то есть я брал репетиции концерты не воли да просто как это делается переверачивала в голове снова повторял проверял снимал себя сравнивал таким образом по крупицам эту технику собирал ребят это касается не только стиля майкла вообще принципе любых танцев вот опыт который вы получали когда вы учились когда вас учили ваши педагоги это получается опыт наработанный годами и годами вот юрга что 20 лет этому учился насколько легко вот сейчас вот у вас голове эта информация переработалась то есть у вас наверняка есть какой-то подход свой чтобы это все вашим ученикам передать всему этому может вы учите да в школе да конечно и естественно выстраивается определенная система которую ты со временем раскладываешь по полочкам и начинаешь выстраивать свою систему преподавания свои правила вводишь свои техники вводишь преподавания и это принципе как любой учитель с опытом он становится интереснее он становится понятнее учитель ученики с большим желанием хотят от него впитывать учитель с большим с большей отдачей из как правильно выразиться наверно но энергии так у нас больше энергии подает именно эту информацию ученикам и ученикам гораздо понятного ученики быстрее впитывают от опытных учителей естественно когда учитель уже знает путь к сердцу да и к телу и к нужным мышцам ученика это истинная разница и когда я ездил допустим на мастер-классы в москву приезжали с америки ребята с очень крутой команды еще года три назад я два года назад я ездил и в этом году ездил два года назад на разные команды вот два года назад был ученик учителя и сам учитель был преподавали и очень чувствовалась разница когда дает хореографию и строить мастер-класс ученик и когда строить в мастер именно мастер и ты эту информацию совершенно по-другому воспринимаешь быстрее воспринимаешь быстрее передаешь то что хотел именно сказать мастер именно своими движениями хореографии музыкой и так далее и это чувствуется вот этот колоссальный опыт который у него за плечами там 40 лет с лишним и либо либо ученик которому еще только 18 потому что со со временем ты понимаешь какие моменты сложно понять какие моменты не получаются да то есть ты когда через тебя прошло много людей и ты какие-то движения показывал понимаешь вот это движение нужно именно вот так разъяснить на этом акцент потому что оно сложно для усвоения и человек неподготовленный он запутается в этих в этих моментах и ты уже предугадываешь эти моменты новичок преподаватель он конечно как бы как умел умеет так и преподает поэтому сам это не да а так ты был по обе стороны то есть сам был учеником и сейчас мы все равно то есть витя тоже ездит на мастер-классы мы также учимся смотрим мастер-классы других потому что это нужно следить за этим развитие не останавливается на каждый день да вот ты как у кого-то другого да там у американского какого-то у британского хореографа замечаешь какие-то такие классные идеи которые можно для себя либо там полностью использовать либо как-то какой-то элементы авторские права на самом деле не вот работает вашей системе то есть можно как-то кому-то предъявить что вот у меня там танец сейчас усовершенствование ем интернета в плане инстаграма ютуба и так далее быстро с более быстрой передачи информации нежели раньше 20 лет назад как на кассетах это конечно же отслеживается быстрее все то есть видно кто выложил первый ну да чья-то идея взята полностью либо кусок хореографии и если человек хочет он может вполне предъявить сказать что ребята то есть использована моя хореография удаляйте либо если человек понятливый и адекватную хореограф понятный с адекватный с опытом он просто скажет ребят хотя подпишите то есть хотя бы подпишите чья это откуда вы взяли а если начинает спорить что сами придумали и как бы естественно бывают одинаковые мысли в людей но не там не полтанца же то есть 50 процентов еще можно но больше всего по разным иногда даже замечаю что вот кусочек взятки сразу два три движения то есть вот взятые 100 и хри это уже все это замечают у всех замечают то есть это и опытных хореографов есть то есть даже опытные хореографы берут у неопытных потому что они смотрят учатся и что-то из них извлекают берут какой-то кусок который им понравился потому что это и опять же точно так же как и с писателями они что-то читают у кого-то перечитывают используют техники новичков писателей применяют точно так же новички используют техники опытных писателей и вот точно так и получается шедевры грубо говоря насколько я понимаю один из принципов как раз и правил iron system of dance это создавать свое да есть такое конечно творите создавать свое но учиться учиться у лучших давай поговорим более подробно именно о правилах и техниках которые ты помянул каждого педагога вот вот у тебя и потом еще у юры спрошу какие у вас правила и ваши техники личные ведь оба преподающие до преподаете конечно что вы преподаете что есть в школе какие направления нашей школе используется сейчас направление это не для девочек и для мальчиков для девочек это каблуки contemporary это даже contemporary в принципе для всех но каблуки для мальчиков я считаю что это единичный случай но есть такой проект казаки были проекты сейчас их по таких проектах много и это развивается но я считаю все равно что это женственности это должны показывать только девушки и девушки которых есть загадка также у нас контемпорари это вышло из классики то есть классический танец без границ без границ то есть в контемпорари можно использовать любую технику любую подачу любую использовать смешивать стиле можно и безграничный то есть контемпорари это безграничная классика без рамок абсолютно без рамок можно в нее вмешивать все что угодно и за это тебе ничего не будет а так может это быть до выход за рамки стиля конечно если ты занесешь классику ты обязываешь себя придерживаться определенных правил классики и определенных как бы грамок определенных ступенечек то есть как вот должно быть по полочкам разложено чтобы классик допустим профессионал посмотрел и по полочкам разложил это так это так это не так контемпорари классик уже судить не может никак то потому что он скажет ну тут уже все использовано. То есть я не могу сказать, что смешанные стили. Да, смешанные стили. Тут использованы все правила и хип-хопа, все правила и классики и так далее. И это очень безграничный стиль контемпорарий. Очень большой полет фантазии и развивает во всех абсолютно направлениях. И для левчонок, и для мальчишек? Он и для всех абсолютно. Абсолютно для всех. Просто кому как хочется высказаться, естественно. Конечно же у нас преподается и хип-хоп, и джаз-фанк. Это самые популярные сейчас стили, потому что они на пике волны находятся, на пике популярности, клипов, звезд, всех. Бьюнс, 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 все вот именно такие звезды за миллионники, которые Джей-Зи, все танцуются под хип-хоп, Микки Минаж. И выглядит круто. Конечно, конечно. И выглядит это круто, молодежно, молодежи это нравится, потому что на волне. И все это перетекает сейчас в хип-хоп, смешанный с контемпорари. То есть высказываешься хип-хопом в лирическом стиле, не просто рубилово, извиняюсь за свое слово, как говорится, справа налево раскидать под классную музыку, а именно прочувствовать, именно дать волю фантазии, дать волю чувствам, энергии, высвободить эмоции, не только агрессию, не только прорыв и мощь, и чемпионство свое, но при этом и показать слабые стороны, то есть слабые стороны человека. Это и переживания, и трагедию, и драму, все что угодно можно с помощью хип-хопа реализовать. Класс. Очень интересно, на самом деле, как это все можно объяснить, необъятное. Конечно, это хип-хоп, он точно так же безграничный. Хип-хоп можно включить в слово хип-хоп, как в культуру, то есть это не стиль танца хип-хопа, хип-хоп это целая культура, философия. Так же, как вот сказать, боевое искусство, их очень много боевых искусств, от кунг-фу до карате, и я даже название не буду сейчас переводить, потому что я могу ошибиться. Точно так же и хип-хоп, это культура целая, в которой включает в себя очень много подстилей, стилей, и она разнообразная, она свободная, она без рамок, без границ, каждый выражает себя именно так, как он научился, именно так, как он чувствует музыку, так, как он чувствует эмоции, переживания. И это можно развивать как одному, так и в команде развивать. Либо эта команда целая передает эти переживания, эмоции, либо это вот ты один, и ты танцуешь именно по-своему, на своем языке, и этот язык не просто твой, он еще и понятный всем. И когда такие люди, то есть начинают находить новые лазейки в языке тела, у него хотят учиться. У него хотят учиться. То есть люди, которые знают уже основы хип-хопа, основы вот эти все базовые, как сказать, как в классике, все вот эти рамки знают, они хотят выйти за эти рамки. И они выходят за эти рамки благодаря таким людям, которые за них уже начали выходить. Итак, у нас есть небольшая рокировочка, у нас новый гость в студии, это Тимофей. Те, кто смотрел примерно год назад, да, это было? Да. Год назад Тимоша у нас уже был в студии. Он был в люльке, в программе «В культ поход». Это была звезда эфира. Был самый яркий эфир нашего культ похода. Спасибо, сказал. Да, итак, мы остановились, Свети, на направлениях, которые есть. Мы еще кратенько закончим, да? Все перечислили, или еще что-то есть? Да, у нас также вот есть, ну, хип-хоп, будем именно говорить как о хип-хопе сейчас. Хип-хоп, он просто разнообразный. Есть хип-хоп, есть джаз-фанк мы преподаем, также вот Юра преподает именно базу и классику Майкла Джексона. Тот же хип-хоп, тот же брейк, классические элементы там тоже присутствуют. С чего, в принципе, пошел хип-хоп. От Майкла Джексона. С улицы. И точно так же у нас есть и контемпорари, и хай-хиллс каблуки, то есть это леди стайл. И, в принципе, это минимум стилей, которые мы преподаем. Это основа. Все остальное, что мы преподаем, это отсюда из этих стилей и вытекает. То есть можно найти себе под настроение стиль, под, может быть... Под характер. Под характер, да. Под базу, которая нравится. И это, может быть, под настоящее, даже событие какое-то случилось у человека. Можете ли мы к вам прийти и сказать, вот у меня вот душа просит. Хочу что-то называть вот так. Такое бывает, конечно. Бывают обращения, когда люди просят конкретные постановки. И я хочу на день рождения девушке сделать танец. Правда, это как бывает? Либо на выпускной, вот у меня сейчас молодой человек занимается. Ну, свадьба, все что угодно. Ну, свадьба традиционная, да, вот так, чтобы юноша заказал на день рождения девушки танец. Да, также мы преподаем и для детей 4-5 лет. У меня вот первый год. У Тимоша ходит младший в лжб, да, танцует? Или у него это сразу же? У него пока домашняя группа еще. Домашнее обучение. Он включает наши видеоролики и все за ними повторяют. Когда все садятся, он садится. Серьезно? Да, когда кто-то ложится, он ложится тоже. Вот секрет, как привить ребенку любовь к танцам. Постоянно включаются ролики. Да, музыку и ролики. Музыку и видеоролики. Чем вы, как говорится, какого волка кормите, тот и будет расти. Светлого или теплого? Да, да, да. Мы хотели еще с тобой поговорить по поводу того, зачем это все нужно. Танцы. Да, так же я уже сказал, для детей мы тоже преподаем. 4-5 лет у меня ходят. Первый год они дебютировали в этом году на концерте. 2000 глаз на них посмотрело. Да, это был концерт в родине. Отчетный концерт. Да, и для них это был некоторый и стресс, и в то же время это для них вдохновение. Да. Потому что такая большая сцена, когда дети выходят и не боятся то, что делают, то, что они делают и уверены в том, что они делают. Это их вдохновляет. И горящие глаза, это, конечно же, супер мотивация для педагога и огромная мотивация и гордость для родителей. Это невероятная подготовка должна быть, работа педагога, чтобы ребят подготовить и так настроить, чтобы они не боялись, чтобы они вышли, потому что они все, что они делают. Очень важный момент, чтобы сцена их не сломала, а дала им, наоборот, толчок для развития. Это очень важный момент, и хореограф это должен понимать, и как педагог учитывать всегда. Что дают танцы в целом? Это, конечно же, по нескольким пунктам можно разложить. Это бесконечно можно перечислять, но если основные, допустим, взять, топ-5, как сейчас модно говорить, там топ-10, топ-5, топ-пунктов, то первый пункт это будет, конечно же, физическая активность. Да, да. Да, как раз. То есть нужна определенная физподготовка. Да, у нас сегодня как раз я сделал пост для городского лагеря. А, пост я сделал в группе ВКонтакте, да? В группе ВКонтакте из нашей. Iron System of Dance. Да, Школа танцев Iron. Там очень много классных видео. Очень много классных. Да. Спасибо. Почти все классные. Очень мало не классных, но таких почти нет. В общем, сегодня выйдет пост. Там как раз я привел несколько моментов, которые именно важны и которые танцы несут за собой. Это, конечно же, первое, это физическая активность и движение, это жизнь. Это важно. Время любит движение, время не любит застой. Поэтому мы двигаемся, мы все время находимся в движении. Наше тело требует гибкости, оно постоянно развивается, мышцы должны быть в тонусе, выносливость должна нам помогать по жизни, переносить все трудности. И, соответственно, все это нас формирует. Танец это все формирует. Танец при этом формирует нашу осанку, как мы себя подаем, как мы себя любим. Самооценку. Самооценку поднимает, фигуру корректирует. Но, конечно же, зависит еще и от питания. Но... Ну, как составляющих. Да, как составляющих. Если есть цель, хорошо выглядеть в танце, то все остальное уже потянется само собой. То есть, если ты хочешь на сцену и хорошо выглядеть, ты будешь следить и за тем, и за другим систематически. И самое главное, к этому правильный подход иметь. К физической нагрузке нужно иметь правильный подход. И педагог это должен учитывать. И профессионализм педагога очень сильно на это влияет. Потому что можно больше навредить. Если педагог неопытный и дает физическую нагрузку абы как, лишь бы была, то со временем это может сказаться на любом аспекте здоровья у ученика. Как сравнились? То есть, как вы это учитываете? С этим нужно аккуратно. Это, во-первых, нужно много изучать и анатомии, и физических программ. И обучаться этим физическим программам это важно. Потому что, когда работаешь на ощущениях, микротравмы могут не учитываться. Микротравмы могут не учитываться. И ты об этом не будешь знать до, допустим, вплоть до 10-20 лет обучения. А потом раз, и получается, что заболело колено, допустим. От чего заболело? Наверное, погода поменялась. Хотя до этого ты просто неправильно делал какое-то одно движение всю жизнь. И в итоге это сказалось потом на суставах. И это как всему. Извини, перебью. То есть, педагоги, хореографы Iron System of Dance имеет достаточный уровень квалификации, чтобы следить за тем, чтобы у учеников было максимально всё хорошо и гладко. Конечно. Это каждое упражнение и каждое движение должно обосновываться не только тем, что я так вижу и так должно быть, а обосновываться ещё, откуда оно идёт, как строится и какими мышцами оно делается, чтобы не вредить себе. И какая подготовка для этого движения нужна. И как эта подготовка проходит, это тоже правильно технику учитывать нужно. От и до. То есть, от прямо поднятия руки до приседания, до прыжка, сальто и так далее, до акробатики. Всё учитывается вплоть, как в алфавите. От буквы А, как она правильно пишется, до буквы Я, как она правильно пишется. Все буквы должны писаться правильно. Точно так же все техники и движения должны исполняться правильно. Чтобы было и понятно, и красиво, и не вредило общему общей картине. Да. Отличное сравнение ты привёл. Как раз мы всё время говорим, что танец – это язык. А здесь ты объяснил, что по буквам как раз, начиная от правописания, выбора, чернил, наверное, даже, да? Да, в этой же группе у меня есть статья, где я прямо подробненько расписываю и сравниваю танец с построением алфавита. Можно почитать, посмотреть, очень достаточно интересно. Особенно тем, кто учит, это даже учителям можно приравнивать не только к танцу, можно к любому искусству это приравнивать. То есть, алфавит, он как основа объяснения. Базовый какой-то уровень, с которым можно составлять слова фильмов, и вот парнем, алфавит можно сравнивать с движениями и техникой, написание, танец можно сравнивать с текстом, импровизацию в танце можно сравнивать с сочинением, либо его, также, импровизацию на радио, как ведущие разговаривают. Если идет какой-то непонятный момент либо заминочка, И эта импровизация проходит так, что никто не заметил, что это была импровизация. Точно так же и в танце. Всё это можно сравнивать, всё это одинаково, по сути. И вся система строится на том, чтобы было от алфавита до правильного построения и конечностей текста, чтобы танец был интересным, как, допустим, интересный вы смотрите фильм от начала до конца, а взахлёб, так же точно, как вы интересно читаете книгу «Взахлёб от начала до конца» у хорошего автора. И всё это входит в сравнение в это. Очень здорово. Вот проговорили бы с вами ещё полчаса, но, к сожалению, нам нужно закругляться. Поэтому давайте ещё буквально несколько слов о школе. Упомянули, что 4-5 лет, да, самый юный возраст, когда к вам можно своих детей отдавать. Да, мы ещё планируем ввести с трёх лет, но пока ещё готовим к педагогу. То есть там специальная подготовка нужна, да? С трёх лет немножко сложнее, чем 4-5. Ты сказал не хореографа, а педагога. Да? Это специально? Да, потому что хореография с трёх лет не так важна, как именно педагогический подход к детям. То есть им приявитие, им в любви именно к этому искусству. Потому что хореография для них пока не самая важная для детей трёх лет. Для них важно именно привить чувство любви к этому искусству, чувство ритма. Поэтому педагог именно должен быть сначала, в первую очередь, педагогом, во вторую очередь, уже хореографом в этом возрасте именно. Очень интересно потом эту тему ещё тоже обсудить, причём не только с детьми, да и не по поводу детского возраста, а вообще как прививать любовь к искусству уже взрослых людей, в принципе, такое тоже есть. Такое тоже есть, но это уже, взрослые уже наполнены. И либо он готов к этому привитию, либо опустошись в свою чашу и наполнить её любовью к новому искусству. Либо он придёт и скажет, ну я не готов, это не моё всё-таки. Я попробовал, но я не готов, не моё. Ну попробовал всё-таки. Да, и как бы это тут только метод идёт не привития, а метод заражения уже идёт. Либо ты заражаешь своей энергией человека, и он готов в этом развиваться. Либо ты не смог его заразить, и не смог его, эту чашу, перенаполнить, ну не перенаполнить, а от слова «пере», то есть перенабрать новую чашу. Переделать, да? Переделать, да, новую чашу набрать. То есть опустошить старую, набрать новую, чтобы он понял, что если у него появилось желание и намерение, то он пришёл по адресу. Какой самый возрастной участник у вашей школы, да ученик? До какого возраста принимаете? Принимаем, в принципе, всех, у кого есть желание. У нас есть ученик, женщина, точный возраст, она никому никогда не говорила. Ну, конечно, нельзя. Да, и не скажет. Слегка за 20. Слегка за 20. Она говорит, что ей всегда 18, это правильно, но по факту человеку уже больше 40 и даже 50 лет, и она вполне очень отлично выглядит, отлично занимается, прекрасно себя чувствует, следит за своим внешним видом, за своим телом и всегда в прекрасном настроении. А что она танцует? Она любит очень хип-хоп, именно хип-хоп любит. Я бы хотел просто здесь добавить, что у нас есть индивидуальные занятия, и люди, которые, например, в возрасте, им уже, например, тяжело ввелиться в молодёжь, они также могут прийти к нам позаниматься. И вот у меня как раз есть такие ученики, которым за 30, и у них вся мечта детства была позаниматься, и то работа, то семья. Вот они сейчас зрели, говорят, вот хочу, хочу, вот хочу просто двигаться. Настало время, всё, дальше тянуть уже не силы. Это всё, пожалуйста, реализуем в любом возрасте. Да, в любом возрасте можно. Индивидуальные занятия, занятия в группах, да, и всё это может в конечном итоге выявиться, что вы будете на сцене, как это вот случилось недавно. 12 мая у вас был концерт в ДК «Розина». Полный зал гостей, все в восторге просто выходили. Вот, ребят, молодцы, когда в следующий раз, может, нечто подобное будет увидеть? Мне кажется, через год. Через год, то есть это были традиционные мероприятия? Да, на отчётный концерт. На отчётный концерт нашей школы. В принципе, мы это всё очень ярко освещаем и в Инстаграме, и в соцсетях, и в ВКонтакте. И поэтому, если следить за новостями, это пропустить невозможно будет. Да, обязательно за этим следите. Ну, а пока сами будем учиться танцевать, да, обращаться в школу Iron System of Dance. Конечно, приводите детей. Приходите сами. Приходите сами, развивайтесь. Именно если у вас есть мечта неосуществлённая, но есть ребёнок, вы можете вложить эту мечту в него и реализовать его с помощью своего чада. И у вас будет за это гордость, за то, что вы вложили в него, а он будет вкладывать это и в зрителя, и в вас, и в педагога, и во всех окружающих. Он будет заражать, учиться именно делиться этой энергией, любить своё дело, расти, развиваться, раскрепощаться, чувствовать ритм жизни, ритм музыки, жить открыто, работать в команде, уметь. То есть он будет подготовлен, в принципе, к жизни. Всё это даёт танцы. Всё это даёт танцы. Он будет готов ко всему, в принципе. То есть он будет уметь концентрировать своё внимание на саморазвитии. И это очень важно. В настоящее время, да. Это очень важно, потому что все борются за наше внимание, оно постоянно рассеяно. А именно в танцах ребёнок учится концентрироваться на своём теле, на своём развитии. На ощущениях. На своих ощущениях. Да. Поэтому все отправляемся в Iron System of Dance. Инстаграм, контакт. Да, сайт у вас вроде тоже есть, да? Нет, сайт пока ещё в процессе. В реконструкции. Да, поэтому обращаемся, пожалуйста. Находитесь вы где? Мы находимся в торговом центре «Юбилейном» на четвёртом этаже. Это Карломаркс 127, самый центр города практически. Да, и спасибо большое, ребята, что пришли. На самом деле, интересно, ещё программы две бы с вами, как у них можно было записать по этой же точной теме. И так у нас с удовольствием. Виктор Пономарёв, основатель школы Iron System of Dance. Один из основателей. Один из основателей школы Iron System of Dance. И Юрий Коробейников, хореограф. Один из хореографов Iron System of Dance. Спасибо большое, ребята. Спасибо вам большое за приглашение. Спасибо, да. Пока-пока. Пока. С верой в спорт.